Сегодня в Москве встретили Фёдора Конюхова, нового рекордсмена, облетевшего землю на воздушном шаре. Ему первым в мире это удалось сделать с первой попытки. Установлен также рекорд высоты и расстояния. Ещё нужно восстанавливать силы, но Конюхов уже готовится к новой экспедиции, не менее рискованной. Иван Прозоров подробнее и о самых драматичных моментах полёта, и о новых планах путешественника. Трекратный Фёдор Филиппович! Ура! 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 Трекратный Ура! Хлеб, соль, овации! Россия встречает Фёдора Конюхова. В зале прилёта моряки, путешественники, бывалые и начинающие. Для них он герой нашего времени. Обычно все путешествуют на самолётах, на машинах, а он на воздушном шаре в одиночку облетел весь земной шар. Хочется сразу после этого поступка что-то сделать самой такое, но думаю, для этого ещё надо подрасти. 11 суток Конюхов провёл в полном одиночестве. Теперь привыкает к вниманию восхищённых поклонников. Австралиец Гейб Кослин давно живёт в Москве. Для него встреча с путешественником как привет с далёкой родины. Он просто феноменальный совершить кругосветное путешествие с первой попытки. Так что меньшее, что мы можем сделать, это встретить его и передать свои наилучшие пожелания. Появление Конюхова вызвало фурор. Путешественники-любители отложили предполётный досмотр, чтобы увидеть профессионала. Кто-то принёс навстречу воздушные шарики. Каждый в 150 раз меньше его шара, на котором обогнул землю. Конюхов иронию оценил. В одном из залов Домодедова сегодня не протолкнутся. Сотни пассажиров, десятков рейсов, которые должны улетать в точке по всему миру, не применули воспользоваться возможностей увидеть своими глазами кумира, человека, который эту планету только что облетел. Свежий и отдохнувший, словно и не было 20-часового перелёта из Австралии с пересадкой в Катаре. Вопрос журналистов. Не скучно было в комфортном кресле. Конюхов признался, после путешествия в маленькой пластиковой гондоле, по привычке думал, как обойти грозовые тучи над аэропортом. Для его воздушного шара погода в Москве нелётная. Вот видите, тучи очень плохие для воздушного шара. Эта экспедиция была самая, можно сказать, опасная. Но зато я получил, я ещё раз повторяю, удовольствие, чтобы такую махину везти, знаете, скоростя большая, океан, за день пролетаешь. Подарки тем, кто верил и ждал. Лоскуты обшивки того самого 50-метрового шара. Бумеранг от австралийских аборигенов. Конюхов вернулся с ним ровно в точку вылета. Воздухоплаватели-профессионалы сказали чудо. Сейчас, когда эмоции улеглись, путешественник назвал этот перелёт самым опасным приключением в жизни. Всё, огружили меня, молния. Я так подумал, что, знаете, в этом мире, не в том мире, я понимаю, что попаду в нехорошее место, но в этом мире попасть сюда, думаю, сгорюсь. И только, ну, там будут такие разряды идут гигантские. А, тут до горизонта всё гудит. Про свой полёт он теперь говорит. Это сначала было сложно, потом ещё сложнее. Конюхов прошёл огонь и воду. Взорвался баллон с газом, вышла из строя печка. В 20-ти градусный мороз внутри гондолы замёрзла питьевая вода. А ещё капризные воздушные потоки. Норовились нести шар в Антарктиду. Всё это Конюхов снимал на камеру. Эксклюзивные кадры. Их мы показываем впервые. Рассказ о кругосветке от первого лица. Погода не особенно хорошая. Внизу тучи, вверху. Я иду между ними. Это плохо, чем солнечные батареи разрядились. И всё же он смог. Первым в мире обогнул на воздушном шаре планету с первой попытки. Сделал это быстрее всех. Побил предыдущий рекорд американца Стива Фосета, которому понадобилось на двое суток больше. А ещё рекорды высоты и расстояния перелёта. Я сам боялся. Думаю, ну что, Фёдор упадёт, Фёдора не сделает. Близкие друзья, Фёдор не справился. А в мире бы сказали, что русский не смог. Русский попытку сделал. Когда мы приехали, мало кто верил. Мало кто верил, что с первого раза. И это не финиш, сказал Фёдор Конюхов. Он прилетел, но обещал вернуться в Книгу рекордов с новыми достижениями. В планах подъём на воздушном шаре в стратосферу и погружение на дно Марианской впадины. Батисхав уже строится. Иван Прозоров, Владимир Гриневич, Вячеслав Манехин, Наталья Сидорова, Первый канал.